МЕТАВСЕЛЕННЫЙ МЕТАВСЕЛЕННЫХ БУДЕТ БОЛЬШЕ ВРЕДА Так это или нет, постараемся ответить в нашей программе. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Сегодня вы увидите. Это единственный планетарий, находящийся на территории действующей обсерватории в мире. Уникальный комплекс, когда астрономические обсерватории войдут в список ЮНЕСКО. Мы хотим создать некую метавселенную на основе культурных ценностей Республики Торстан. Будущее здесь. Как казанские программисты будут создавать метавселенную Татарстана? Как говорится, специальности на любой вкус. В Автоград за образованием. Чем привлекает абитуриентов набережный Челнинский институт КФУ. Продвижение астрономических обсерваторий КФУ в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта задача важна не только для Татарстана, но и для всей России. Об этом сказал государственный советник Республики, председатель попечительского совета фонда возрождения Ментимир Шаймиев. В Казанском Кремле прошло совещание по продвижению номинации астрономических обсерваторий Казанского университета в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Напомним, в декабре 2020 года номинация была включена в предварительный список ЮНЕСКО. 1 февраля текущего года номинационное досье было направлено в Центр всемирного наследия. Следующий этап – принятие консультативной миссии ИКОМОС. Так было при работе над номинациями Болгара и Свияжска. Сейчас особое внимание уделяется инфраструктуре Загородной астрономической обсерватории имени Энгельгарда. На территории обсерватории реализуется образовательная и научно-просветительская миссии университета. Планетарий занимает площадь в 1300 квадратных метров. И здесь необходима работа по обустройству территории. Потребуется и комплексное обследование лесопарка, проведение топогеодезической съемки, инвентаризация зеленых насаждений для выявления исторической растительности, деревьев, патриархов, обследование водоема и многое другое. На базе исторической части в Казани на территории университета планируется создать Центр геодезических и космических технологий. Это даст возможность для проведения учебных практик по топографии, геодезии, астрономическим дисциплинам. Это единственный планетарий, находящийся на территории действующей обсерватории в мире. В мире? В мире. Нет ни одного планетария в мире, который находился бы на территории обсерватории. Его надо выгодно использовать. Это второй пример в мире, когда планетарий принадлежит университету. Один пример есть провинциальный университет в Бразилии. У них есть небольшой собственный планетарий и планетарий Казанского университета. Это единственный планетарий точно в Российской Федерации, который принадлежит университету. Мы не имеем права сейчас откладывать на сроки. В данном случае не столько от нас зависит, сколько зависим, когда комитет, когда надо передать документы. Потому что у нас впереди еще есть экзамен. У нас же ожидается заседание комитета по материальному наследию. Это все селены ЮНИСКО. Это где-то 192 страны представителей. Это полный состав комитета по материальному наследию ЮНИСКО. В этом году состоится летом в Татарстане. Объединение физического мира и цифровой реальности. Так характеризовал метавселенную Нил Стивенсон, известный американский писатель-фантаст. Именно его роман Лавина в жанре киберпанк дал начало термину «метавселенная». Было это еще в 1992 году. Хотя похожую тему в своих произведениях затрагивали братья Стругацкие, Филипп Дик, родоначальником идеи считают именно Нила Стивенсона. Уже позже концепцию подхватывают другие фантасты, а далее IT-компании. Метавселенная – всемирное, постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди взаимодействуют друг с другом и цифровыми объектами через свои аватары с помощью технологий виртуальной реальности. Это больше, чем видеоигры. О создании метавселенной Татарстана заявили и казанские программисты. Ученые КФУ готовы оцифровать культурное наследие Татарстана. Планируется, что это будет виртуальная репрезентация огромного тысячелетнего культурного слоя республики с цифровыми объектами. В него попадут Казань, Цвияжск, Болгар, Чистополь, Беляр и другие места. Амбициозный проект – детища лаборатории Digital Media Lab – Института информационных технологий и интеллектуальных систем. К ребятам из лаборатории отправилась Эльвина Минобуддинова, чтобы узнать, какая она метавселенная Татарстана. Пространство виртуальной реальности. Совсем недавно это казалось чем-то нереальным, но вот пример обратного. Проект метавселенной Татарстана – виртуальный мир тысячелетнего культурного слоя республики. В проекте цифровые модели исторических объектов. Это и Казань, и Свияжск, и Болгар, и Чистополь. Да и другие города попадут в новый виртуальный мир. Как существующие, так и утраченные. Благодаря проекту появится возможность посмотреть города Малой Родины в другой эпохе. Digital Media Lab – так называется лаборатория, которая занимается реализацией проекта виртуальной модели Татарстана. В лаборатории идут работы по созданию компьютерной графики. Это виртуально дополненная реальность, игры, симуляторы, синтетические данные. Внутри метавселенной Татарстана – ТАТ, Метаверс, будет доступен обширный спектр возможностей. Люди смогут создавать мероприятия, выставки, музеи, игры, развлечения и социальные события. Быть участниками и приглашать знакомых. Создание пользовательских сценариев и игр, просмотр культурно значимых объектов, а также мультиплеер. Возможность играть с разными людьми со всего мира. Вот что в недалеком будущем открывает нам метавселенная. Совокупность виртуальных пространств, в которых люди могут жить, работать, развлекаться, ну, в общем-то, переносить свою реальную часть жизни в виртуальность. И недавно как раз мы объявили проект совместно с Министерством культуры, совместно с Минцифрой Республики Татарстан, о том, что у нас был свой наработанный опыт, это как раз Болгар, то, что у меня на заднем фоне сейчас происходит. Мы хотим создать некую метавселенную на основе культурных ценностей Республики Татарстан, в которые войдут огромный пласт, огромный опыт, который накоплен тысячелетиями и поколениями людей, которые здесь проживали. Сейчас проект метавселенной на ранней стадии создания. Готовится концепция, пишется техническое задание. Метавселенная планируется в формате массовой и многопользовательской игры. Предстоит большая работа по реализации задуманного. У ребят уже есть опыт создания метаверсии «Великий Болгар XIV век» – проект исторической реконструкции. Там они в комплекте стоили, там еще нужно одну штучку, по-моему. А я, наверное, сейчас не приехал. Так, я типа вот это что-то иду. Для того, чтобы воссоздать город в метавселенной, в первую очередь необходимы специалисты. На этом заостряет внимание научный сотрудник лаборатории Виталия Абрамов. Сотрудникам необходимо владеть немалым количеством навыков. Трехмерное моделирование, анимирование и так называемое текстурирование, что в 3D графике означает придать максимум реалистичности и сходство с реальным объектом. Необходимы люди для создания визуальных эффектов. Если смотреть со стороны логики, то это программисты, причем разные. Северные программисты, программисты игровой логики, программисты скриптовых сценариев, которые работают. Плюс команда менеджеров – это проектный менеджер, это продюсер. В общем, игра – это на самом деле практически как театральная постановка, только гораздо более сложная, потому что объединяет еще большее количество творческих специалистов, очень разных профессий, очень разных взглядов. Сейчас над отцифровкой культурного наследия республики работают более 20 человек. В проекте задействованы лаборатория Института цифровых технологий, Министерство цифрового развития и Министерство культуры. Также привлекаются сотрудники Института международных отношений. Именно на основе их исторических справок и знаний воссоздали город таким, какой он был в прошлом. Отразить культурный код республики, показать, какие у нас есть памятники, что может привлекать туристов, какие-то развлечения, какие-то активности, которые свойственны только нам. Мы планируем сделать какой-то шажок, который позволит начать эту длинную дорогу. Она сложная, она необычная. Понятно, что каждый должен, каждый город, каждая республика, каждая страна, они должны найти свое отражение в метавселенных. Дата запуска проекта пока неизвестна. По прогнозам создателей, срок производства может занять около двух лет. На данный момент то, какой результат ждет после релиза проекта, а также к чему могут привести технологии в совершенно новой сфере, неизвестно. Возможно, в ближайшем будущем интернет станет глобальной метавселенной, в которой виртуальная жизнь будет не домыслом, а реальностью. Эльвина Минабудинова, Хафиз Гараев, КФУ, Итоги недели. Технические способности по достоинству оценивают не только в Казани. В Набережных Челнах, центре машиностроительного комплекса России, подготовке инженерных кадров уделяют огромное внимание. Но не только эти направления сейчас востребованы для закамья региона и даже страны. Это и социально-гуманитарный профиль, экономический, IT-направление. Этим занимается Набережно-Челнинский институт КФУ. Это крупнейший вуз закамского региона. С директором института Махмутом Ганиевым мы и поговорим сегодня. Здравствуйте, Махмут Махматович. Добрый день. Для начала расскажите о Набережно-Челнинском филиале. В этом году он отметит юбилей, 10 лет. Сколько студентов сейчас обучаются? Как обстоят дела с инфраструктурой и по каким направлениям ведется подготовка? Действительно, в этом году будет 10 лет, как Набережно-Челнинский институт присоединился к КФУ. Естественно, это наложило свой отпечаток, хороший отпечаток на нашу деятельность в учебной области, в области подготовки кадров и в области научных исследований. Начинали мы с того, что 10 лет назад не было ни одного хозяйственного договора, никаких научных исследований с КАМАЗом. На сегодняшний день мы выполняем порядка 40 миллионов рублей хоздоговора с КАМАЗом только. То, что касается контингента, у нас достаточно большой контингент. Мы на сегодняшний день самый большой институт. У нас почти 10 тысяч студентов совместно с колледжем, которые есть в составе нашего института. Если говорить о спектре обучения, то, наверное, нет такой специальности, которого не было бы у нас в Набережно-Челнах с точки зрения абитуриента. Это, естественно, классическое гуманитарное направление, такое как юриспруденция, экономика, филология. И, естественно, технический блок, который характерен для ВУЗа, который сотрудничает с ведущим предприятием в области автомобильстроения с КАМАЗом. То есть весь спектр автомобильных специальностей, которые требуются КАМАЗу. Кроме этого, у нас есть строительное отделение, отделение энергетики и информационных технологий. Поэтому, как говорится, специальности на любой вкус. А вот вы уже упомянули про колледж, да? Как вот эта работа выстроена? Обучение колледж, институт, филиал, дальше трудоустройство. Есть эта цепочка? Она работает? Да, цепочка даже шире, чем вы сказали. У нас есть 12 подшифровых школ. У нас есть университетские классы в школах. Кроме того, мы там проводим в этих школах предварительное обучение, в частности, по цифровым технологиям. Даем КАТКА, такие системы проектирования. Потом они поступают, многие, на высшее образование, бакалавриат. Некоторые поступают в колледж, где обучают от двух до трех с половиной лет, в зависимости от базового образования. Потом многие поступают к нам уже на высшее образование. И что интересно, поступают по нашим внутренним экзаменам, без ЕГЭ. Это, наверное, такой большой плюс, которым многие пользуются. Вот Набережный Челнинский филиал у многих ассоциируется с КАМАЗом. Вы об этом уже говорили. Подготовка кадров для автогиганта. Но ведь у вас есть немало и других партнеров. Расскажите о них. Я не могу всех их перечислить, потому что на сегодняшний день на территории Набережных Челнов находятся 125 предприятий, которые связаны с автомобильстроением и с машиностроением в целом. Это предприятия, которые делают какие-то компоненты для КАМАЗа. Но есть предприятия, которые ведут отдельную хозяйственную деятельность для машиностроения для страны. Поэтому мы со всеми с ними проводим работу. Наш студент проходит там практику. Есть строительный блок, как я говорил. Они проходят на предприятиях строительных свою практику. Есть в городе Набережных Челны Нижнекамский ГЭС. Название такое, хоть и находится в городе Набережных Челны. Там проходят наши энергетики, практику. Поэтому мы... Да, КАМАЗ наш якорный такой партнер, с которым, кстати, мы сейчас будем подавать награнт по организации передовой инженерной школы. Сейчас процесс идет. Сегодня будет стратегическая сессия, где мы будем докладываться. Мы очень надеемся, что мы там победим. Вот сейчас в повестке российского образования и науки стоит программа «Приоритет 2030». Набережный Челнинский филиал. В каких проектах в рамках программы участвуют? Мы участвуем практически во всех программах. И с точки зрения цифровизации, и с точки зрения энергетики. Поэтому, ну, процент 75 направлений мы участвуем. Ну и вот приемная кампания 2022, совсем скоро уже активная фаза наступит в этом свете. Что нового предлагаете абитуриентам? Кроме традиционных специальностей, которые у нас есть, о которых я говорил, мы в прошлом году открыли, и в этом году будем открывать еще новые специальности совместно с ведущими вузами страны, в частности с МВТУ. Вот в прошлом году мы открыли совместную программу по электромобилям. В этом году планируем по водородной энергетике, по водородному транспорту. То есть мы стараемся быть в тренде тех событий, которые идут в стране и в автомобилестроении. Ну, это, кстати, об абитуриентах. Как идет работа с зарубежными партнерами в плане привлечения студентов? Или, может быть, совместная образовательная программа? Мы были зачинателем этой процедуры. У нас на сегодняшний день 8 вузов в Узбекистане, с которыми мы ведем программу по двойным дипломам. Они два года учатся в Узбекистане, два года у нас на старших курсах. В прошлом году открыли такую же программу с Казахстаном, с Казахстанским Кустанайским университетом. В этом году они хотят расширить спектр специальностей. Поэтому, кроме того, мы ведем очень большую работу в регионе, в Закамском. А это все-таки более миллиона населения. Имеется в виду Менделеевск, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны, соответственно. И мы, как я сказал, у нас есть подшефтные школы 12, только Набережных Челнах. И со всеми многими школами и колледжами, техникумами. В частности, вот у нас очень хорошая связь с Актанышским техникумом, технологическим. Мы с ними поддерживаем связь, постоянно там присутствуем, помогаем им, ведем занятия. И, естественно, у нас есть подготовительные курсы. Мы обычные, как бы, оффлайн, как сейчас модно говорить. И в этом году мы для Узбекистана и для, вот начать с Узбекистана, открываем онлайн подготовительные курсы. Мы уделяем большое внимание там, прежде всего, в языковой подготовке, потому что это проблемы для ребят, которые поступают с Узбекистана. Ну и, конечно, математика, физика, которые обязательно присутствуют в приступительных экзаменах. Поэтому мы очень ведем такую большую работу по пролечению абитуриентов. Мы понимаем, что чем их будет больше, тем будет выше качество поступающих ребят. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Спасибо большое за то, что дали возможность выступить перед аудиторией. О том, что привлекает орнитологов профессии, вы узнаете из второй части программы. Также мы расскажем. Предлагаю студентам работу на летний период в разных уголках России. Строители, медики, проводники и вожатые. Какой студенческий отряд КФУ признали лучшим? Выдающийся русский советский акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор. Настоящий женский доктор. Какое наследие оставил после себя лучший акушер России? Казанский федеральный университет начнет готовить биотехнологов и биоинженеров. Обучение первых групп бакалавров и магистрантов стартует осенью этого года в Институте экологии и природопользования. Биотехнология и биоинженерия – одни из самых перспективных направлений в мировой науке, медицине, промышленности. Как научное направление биотехнология активно развивается в Казанском университете на протяжении последних лет. Для подготовки специалистов в Институте готовы мобилизовать весь потенциал сотрудников, подготовить новейшую приборную базу, организовать практики на передовых предприятиях. И, конечно же, продолжатся исследования в этой области. Какие еще значимые события произошли в Казанском федеральном университете, расскажем в дайджесте. Дипломы доктора и кандидата наук на этой неделе вручили в КФУ. Ученые степени были присуждены 41 соискателю. Поздравил с успешной защитой и получением дипломов временно исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский. Всего за 2021 год в Казанском университете было защищено 172 диссертации, 16 из них – докторские. От всего коллектива Казанского университета я вас поздравляю с присвоением вам соответствующих ученых степеней. Я очень надеюсь, что для тех, кто здесь выполнял свои квалификационные работы на соискание степени кандидата наук, это была аспирантура, либо соискательство, очень надеюсь, что годы, проведенные с руководителями КФУ, не прошли даром. 116 лет со дня рождения Мусы Джалиля отметили на этой неделе в республике. В Казанском федеральном университете состоялась церемония возложения цветов к пюсту поэта. Напомним, Муса Джалиль учился на тюркско-татарском рабочем факультете педагогического института. Тесно общался с учеными и студентами Казанского университета. Неоднократно выступал в аудиториях в качестве признанного литератора и общественного деятеля. Дистанционное образование для тех, кто оказался в местах лишения свободы. Эта тема стала главной на межрегиональном совещании по вопросам развития уголовно-исполнительной системы России. И участниками стали начальник управления ВСИН по Татарстану Эдуард Хиалеев и начальник Академии ВСИН России Сергей Никитюк. Также на этой неделе было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Минюстом, ВСИНом России и правительством республики, которое предполагает создание дополнительных мест в исправительных центрах для размещения осужденных принудительным работам. Сейчас ВСИН переживает определенный период трансформации, сложный период на самом деле. Это мы видим и мы хотим именно помочь нашим коллегам, чтобы их система функционировала и они имели по сути общение, открытый диалог и с обществом, и с вузами. Стажировка в мэрии. Такую возможность предоставил студентам из полком города Казани. Проект представил обучающимся КФУ глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров. Для участия желающим необходимо заполнить анкету на сайте stagirovka.kzn.ru до 23 февраля. Также необходимо записать видеоролик с ответами на вопросы, почему вы хотите стать частью команды Казани, каким результатом деятельности вы гордитесь на данный момент. Я сегодня хочу поделиться, наверное, больше жизненным опытом, своими переживаниями, что у меня происходило лично в душе, когда я заканчивал инвестор, и передо мной открывались широкие дороги, которые сегодня меня привели на эту должность, которую я ранее озвучил. 17 февраля в России отметили День российских студенческих отрядов. В честь праздника в Доме правительства состоялось награждение членов РСО. Так, медиа-центр студотрядов КФУ признан лучшим в конкурсе студенческий трудовой отряд года. Студенческие отряды предлагают студентам работу на летний период в разных уголках России. У нас в штабе четыре направления. Это строительное, педагогическое, сервисное и направление проводников. Целая мировая трагедия развернулась на этой неделе во время Олимпиады. Речь о соревнованиях по фигурному катанию. Ситуация, в которой оказалась 15-летняя российская спортсменка Камила Валиева, войдет в историю мирового спорта, а именно травля, устроенная в отношении юной фигуристки со стороны международных спортивных чиновников, журналистов и некоторых уже бывших спортсменов. Термин «хейт» означает проявление ненависти кого-либо к творчеству или деятельности другого человека. Обычно хейт – это спутник социальных сетей. Однако его масштаб на Олимпиаде вырос до настоящего преследования человека. Драматичная история российской фигуристки на Олимпиаде когда-то станет основой сценария фильма. И в первую очередь для того, чтобы смогли переосмыслить саму историю, настоящую. Кстати, хейт во время Олимпиады не обошел и других спортсменов. Российского фигуриста Андрея Мазалева фанаты Юдзура Ханю обвиняют в провале японца. Болельщики Ханю уверены, что именно Андрей сделал дыру вальдо, из-за которой ошибся их кумир. Мазалева люто затравили в соцсетях. А российские фанаты биатлона захейтили Эдуарда Латыпова после бронзы в эстафете. И это человека, который принес сборной нашей страны три медали. Сейчас социальные сети со всеми атрибутами – это трансляция нашей жизни. А что еще было определяющим и обсуждаемым в интернете на этой неделе? Тему продолжит мой коллега Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». Ситуация вокруг сборной России, или как ее там сейчас называют, не хочу даже произносить, по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине действительно стала хитом всего медиапространства на минувшей неделе. По накалу страстей она уступает разве что только несостоявшемуся вторжению России на Украину, которые столь рьяно анонсировали мировые иные политики на Западе и средства массовой информации. Ситуация же в Пекине все больше напоминает интерактивный сериал, где сценаристы буквально ситуативно прописывают все новые и новые сюжетные линии, призванные пересечься в конце фильма в точке полного единения сил добра, одержавших победу над российским спортивным злом. Трагедия в том, что в отличие от сериала, здесь жертвы не актеры понарошку, а вполне настоящие герои, и изничтожение их идет самое натуральное. Я совсем не специалист по спорту, но надо признать, что спорт уже давно не про олимпийские идеалы, а про политические битвы, про бизнес, про деградацию моральных ценностей. А потому немного эмоций простого российского гражданина. Что может чувствовать нормальный человек? Что может твориться в душе жителей страны, когда на глазах у всего мира их соотечественницу ломают, убивают морально, втаптывают в нечистоты, а ей, на всякий случай, всего 15 лет? Не мне судить, что там с допингом, который вскрылся в пробирке пару месяцев, тщательно хранившийся шведами для атаки в час икс. Однако не покидает ощущение, что это более чем целенаправленная атака именно на российских спортсменов, на самых ярких, именно на тех, кого обожает страна. Все, что произошло на глазах планеты, это позорное уничтожение и унижение лучшей команды и лучшей в этой команде. Страну лишили флага, гимна, лишают теперь собственно спортсменов. Фактически узаконен принцип коллективной вины и ответственности. В командном турнире по фигурному катанию медали не вручили всем чохам. Они поплатились за никем еще не доказанные подозрения в отношении одного из спортсменов. Значит, медали больше не завоевываются в борьбе, а выдаются похотелкам спортивных чиновников. Я уже не говорю, что, на мой взгляд, это изощренная попытка натравить на Валиеву олимпийских призеров, мол, вон из-за кого вы страдаете. Напоминает поведение подворотной шпаны. Что дальше? У меня есть вопросы и к мировым, и к своим доморощенным чиновникам от спорта. Есть вопросы к тренеру. Думаю, что пока одни сознательно губят неудобных звезд спорта, другие демонстрируют беспомощные ситуации, которые могли и обязаны были просчитать или, по крайней мере, максимально нейтрализовать, приняв огонь на себя. У нас же Валиева всю Олимпиаду в далеком Пекине фактически стояла на расстреле в одиночестве. Мне так показалось. Сейчас надо искать пути и правовые механизмы, отстоять для мирового спорта Валиеву. И уж тем более было бы трагедией допустить ее уход из большого спорта. Надо, с другой стороны, серьезно подумать. Может, западные эксперты и правы, и следует вводить возрастной ценз? В целом, все, что творится в так называемом спорте больших достижений, требует глобального переосмысления. Это другая тема, но ее серьезное обсуждение должно непременно состояться, и чиновники от спорта обязаны принять здесь принципиальное решение. Правда, для этого спорт должен перестать быть инструментом политиков и бизнесменов. Боюсь, что это невозможно. А значит, и спорта, спортивной борьбы и достоинства, которые рисовался в их мечтах Пьер де Кубертен, больше не будет. Но это о перспективах. Пока же страна в слезах наблюдала за тем, как плачут затравленные девчонки. Можно долго и много искать аргументы и за, и против того, что случилось. Но можно ли применять методы публичных казней в отношении лучших детей планеты? А это Камила доказывала не раз на многочисленных мировых состязаниях. Помните, у Достоевского Иван Карамазов восклицал, «Понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана? Без нее, говорят, и побыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит? Да весь мир познаний не стоит тогда этих слезок ребеночка к боженьке». В Олимпийской трагедии 2022 все еще хуже, ибо богами вершить и ломать судьбы себя возомнили люди, весьма далекие от святых идеалов. Всем доброго! 19 февраля в России отметили День орнитолога. Это профессиональный праздник тех, чей труд невозможно отделить от понятия призвания. Это работа людей, изучающих жизнь птиц. Сегодня у нас в гостях Ильгизар Рахимов, профессор, заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья, председатель Казанского отделения Союза охраны птиц России. Здравствуйте, Ильгизар Ильясович! Здравствуйте! Почему в России такое трепетное и теплое отношение к профессии орнитолога? Возможно, не каждый знает дату празднования, а некоторые профессиональный термин не слышали. Но когда говоришь про специалиста, изучающего птиц, все проникаются этим. Тут, в общем-то, секрета большого нет. Но для начала скажу, что птицы, пожалуй, самая подвижная группа животных, которые очень заметны. Ну, предположим, живем мы в городе, в каком-то районе и так далее. Как правило, кого мы с вами замечаем в первую очередь? Мы с вами не видим ни млекопитающих, тем более мы не видим с вами каких-то там амфибий, рептилий, рыбы, тем более скрытых из жизни от нас. А вот птицы, они рядом с нами. Они вот, под ногами, можно сказать, мы видим тех же самых воробьев, голубей, тут же сороки, вороны и так далее. И, конечно, птицы всегда привлекали внимание горожан, людей. И поэтому, конечно, мы о птицах всегда знаем чуть-чуть побольше. И поэтому в силу своей заметности, в силу своей подвижности, в силу того, что птиц просто-напросто по численности значительно больше, чем другие группы животных, поэтому они всегда были в центре внимания. Из позвоночных, занесенных в Красную книгу, птицы составляют самую большую группу, состоящую из, если я не ошибаюсь, более 120 видов. Мы действительно теряем часть видов птиц? К сожалению, вот приходится этот факт констатировать. Красные книги наши пока еще очень слабо убывают, скажем так, по объему. Они достаточно толстые такие издания, в том числе и Красная книга Республики Татарстан. Поэтому реально, действительно, мы каждый год, каждый 10 лет, переиздавая Красную книгу, мы все время констатируем факт. Количество, численность птиц редких, многих интересных видов происходит, продолжается сокращение, и численность их падает. И поэтому то, что они попали в Красную книгу, это для нас сигнал. Сигнал, который говорит о том, что необходимо принять экстренные меры для сохранения конкретного данного вида. Действительно, птиц больше всего там. Ну, наверное, потому что опять те же самые причины всплывают. Во-первых, они более заметны. Я не скажу, что они менее осторожны. Нет, птицы очень осторожны. Они привыкают к человеку, порой проявляют, скажем так, очень, так сказать, казалось бы, даже безрассудную, так сказать, неосторожность. Но, тем не менее, они осторожны. И, несмотря на это, вот видите, очень много птиц страдают, в первую очередь, конечно, водоплавающие, в силу того, что охотничает, так сказать, ресурс. И в этом плане, конечно, наша задача стараться, по возможности, вот орнитологи все, так сказать, своими рекомендациями, исследованиями подводят к тому, что тот или иной вид непосредственно нужно охранять, создавать условия, создавать охраняемую территорию, чтобы мы его не потеряли. А вот что делается для того, чтобы сохранить это разнообразие птиц? Вы уже начали эту тему. Понятно, что создаются заповедные или особо охраняемые зоны, но, возможно, ведется и другая работа. Да, несомненно. Тут нужно комплексно подходить к защите любого, так сказать, объекта биоразнообразия. Это вот то, что мы уже с вами говорим, это и создание красных книг, то есть это сигнал тревоги. Это создание заповедных территорий. Вы знаете прекрасно, что у нас на территории Татарстана находится, к сожалению, единственный в Орскамске государственный природно-биосферный заповедник, имеющий очень высокий статус охранный. Национальный парк Нижняя Кама. Но этого недостаточно. Надо расширять эти территории. Мы так называемые ключевые орнитологические территории. Конечно, внеся к сомнению, сыграет свою роль и общественность. Это надо признать, потому что вот то, о чем уже начали говорить, любовь людей к птицам, многие, так сказать, люди ведь действительно искренне стараются помочь, и это большое дело. Вот, например, та же самая зимняя подкормка. То есть в этом отношении от нас зависит очень многое. Если мы с детства будем приучать своих детей, и сами будем бережно относиться к нашим, так сказать, пернатым соседям, то, соответственно, у нас появляются надежды, и это обнадеживает, что все-таки наше биоразнообразие мы в нашей республике сохраним. Птицы населяют все континенты и регионы земного шара. А какую роль играют они в природе и в жизни человека? Что касаемо значений птиц, я думаю, вы, наверное, помните еще и из школьного курса зоологии, птицы, несомненно, занимают свою определенную экологическую нишу. И любая экосистема природная без участия птиц, она просто не может существовать. И, несомнение, птицы, поедая насекомых, поедая различных вредителей, поедая семеносорных растений и так далее, вносят свою лепту, скажем так, в существование той или иной экосистемы. Если говорить о значении птиц для человека, я уже вот об этом начал говорить, мы с вами уже начали эту беседу о том, что птицы просто-напросто нас радуют. Ну и, конечно, мы в ответе вот за то, чтобы птицы существовали как можно дольше рядом с нами вот в этом своем разнообразии. И поэтому, конечно же, в первую очередь нас, конечно, казанских орнитологов, татарстанских орнитологов беспокоит судьба нашей орнитофауны. И мы, у нас достаточно очень солидный, серьезный потенциал орнитологов у нас в республике. И это, в общем-то, хорошее подспорье для организации серьезных исследований и для того, чтобы мы планировали мероприятия, направленные именно на сохранение орнитофауны в республике Татарстан. А какова роль птиц в городе и роль, собственно, горожанина в жизни пернатых? Вы знаете, очень интересный вопрос. Я бы на эту тему с вами, конечно, мог бы говорить очень долго. Ну, во-первых, я уже на протяжении 40 лет занимаюсь изучением птиц, в первую очередь на территории городов, в частности, города Казани. Вот, когда мы начинаем разговор на эту тему, и когда ты называешь конкретные цифры, ну, например, на территории города Казани обитает почти 100 видов птиц. 100 видов птиц. Это очень большая цифра. Иногда некоторые, так сказать, люди спрашивают, ну, вот покажите мне, где? Вот я выхожу на улицу и вижу только воробьев, голубей, ворон, сорок и снегирей. А где же остальные-то, так сказать, почти 100 видов? Я в данном случае всегда говорю. Во-первых, птицы достаточно осторожны. И если вы хотите что-то увидеть интересное из жизни птиц, то нужно проявить определенную степень терпения, внимания. То есть, если вы, например, проходя даже по улице, по улице оживленной, сделаете небольшую остановку и прислушаетесь или приглядитесь вокруг, вы обязательно что-нибудь увидите интересное из жизни наших птиц. Птицы, которые в городе, порой они показывают такие невероятные, скажем так, случаи доверия к человеку, что мы просто-напросто иногда удивляемся. Но научно это можно объяснить, потому что птица вынуждена адаптироваться, она в условиях города, который постоянно подбрасывает ей новые условия. То тебе транспортные потоки появляются, то новые здания, то строятся целые кварталы жилые и так далее. То есть, в этом плане они всегда в состоянии новых адаптаций. И поэтому, конечно же, они стараются, так сказать, жить, как говорится, в ногу со временем. И поэтому, конечно, в городах зачастую они показывают, вот повторяю еще раз уже, очень интересные факты совершенно как бы невероятного ответной реакции на присутствие людей, автомобильных транспорта, городского шума и так далее. Ну вот, хочу, например, сказать, на территории, вот на крыше, например, вот этого корпуса, мы с вами где сейчас находимся, несколько лет, ну, лет, наверное, 7-8 назад гнездилась пара соколов-сапсанов. Это краснокнижный вид, это красная книга мировая. То есть, это очень уникальный объект, скажем так, для охраны и так далее. И они спокойно, успешно гнездились на крыше вот этого высотного здания. Дальше, предположим, мы сейчас уже не обращаем внимания на тех самых водоплавающих, которые у нас сотнями, а то и тысячами уже зимуют у нас в черте города Казани. Это все как раз те самые примеры, когда птицы, когда они чувствуют поддержку со стороны человека, когда они чувствуют себя в абсолютной безопасности, проявляют тоже доверие и доверяют нам свою жизнь, скажем так, и радуют нас даже вот такие суровые зимние дни, когда вот, казалось бы, уже, так сказать, им и нет возможности. Многие ведь, кто подкармливает, считают, что птиц надо обязательно подкармливать, потому что они голодны, они мерзнут. Вот хочу обратиться еще раз к нашим телезрителям, хочу сказать, что у птиц температура тела значительно выше, чем у нас, почти выше 40 градусов плюс, ой, плюс, поэтому, несомненно, они не мерзнут. Для них 30-ти градусные морозы – это не, как сказать, не тот случай, когда они бы мерзли. Они скорее голодны, а когда голодны, соответственно, обменные процессы снижаются, вот тут они, конечно, себя чувствуют некомфортно. Поэтому давайте еще раз обратимся, посмотрим вокруг, обратимся к нашим соседям, к нашим птицам, которые живут рядом с нами, и будем им помогать прожить еще долгие тысячи и миллионы лет рядом с человеком. А вот что самое интересное в профессии орнитолога и какая техника, оборудование сейчас помогает в исследованиях орнитологов? Все технические новшества, которые только позволяют нам получить какие-то интересные материалы, проводить интересные исследования, мы все это используем. Традиционно, конечно, для орнитолога главное его, скажем так, орудие его работы – это, конечно, глаза и уши. Это первое. Потому что исторически, традиционно орнитологи всегда работали именно, используя свое зрение и свои органы слуха. Нужно услышать и нужно увидеть. Но сейчас техника позволяет, во-первых, бинокли, которыми мы работаем уже сотни лет, ой, сотни лет, десятки лет, конечно же, они совершенствуют и сейчас созданы оптические приборы, которые позволяют наблюдать за птицами и ночью, определять расстояние, определять многие, так сказать, параметры, которые, по сути дела, раньше были нам, так сказать, не подвластны для анализа. Конечно, использование вот такой техники современной в виде датчиков, передатчиков и так далее, они выполняют колоссальную, так сказать, работу, потому что мы не можем это реально осуществить сами, мы не можем на самолете с ними лететь или там использовать что-то. А здесь мы с вами с помощью этих датчиков можем наблюдать пролеты птиц, начиная от мест гнездования до, например, мест перелета и так далее. А от кого пошла эта профессия? Кто был первым орнитологом и кто из знаменитостей был орнитологом или любителем, по крайней мере, орнитологии? Вопрос, конечно, сложный, потому что сказать конкретно вот этот человек, основатель орнитологии, очень тяжело и по всей видимости это и невозможно. Но, тем не менее, некие исторические факты уже подсказывают, что, например, тот же самый Аристотель, древнегреческий наш философ, который как раз создал первую книгу, трактат о зоологии, впервые дал описание птиц. То есть провел классическую орнитологическую описательную работу, и те 200 видов, которые он описал для Европы, это, конечно, капля в море по сравнению с тем, что потом сделали его последователи. Вот, во всяком случае, вот такие знаменитости приложили свою, так сказать, не только руку, но и свои мозги для того, чтобы продвинуть и заложить основы орнитологии. А в Казанском университете была научная школа орнитологии? Если да, кто был ее основоположником? Дисабгина. Своим учителем, конечно, мы считаем все орнитологи, зоологи, профессора Казанского университета Виктора Алексеевича Попова. Виктор Алексеевич Попов, он был заведующим первой в Советском Союзе кафедры охраны природы. Собственно, он заложил основы орнитологических исследований в Казанском университете. Именно благодаря ему вышли первые монографии, это «Птицы Волжско-Камского края», «Животные миры Республики Татарстан» и ряд других, которые как раз и заложили основу для развития орнитологии в Казанском университете. Ну и не могу не спросить об образе жизни орнитолога. Это все-таки сезонная, полевая, лабораторная работа. Ну и я, наверное, отношусь к классическим орнитологам-полевикам. То есть большая часть времени моих исследований – это бинокль. И я выхожу конкретно на свои так называемые маршруты. Любая поездка, которая сопряжена с выездом за пределы Казани, у меня всегда в машине бинокль. У меня всегда блокнот. Даже когда, предположим, идешь где-то просто по улице, ты уже невольно слышишь голоса, невольно для себя делаешь пометочки о том, что ты видишь и что ты слышишь. Поэтому день, как правило, проходит нескучно, я бы сказал. Вы с 1999 года возглавляете Казанское отделение Союза охраны «Птицы России». В чем основная цель Союза? Первое – это, конечно, привлечение широкой общественности. В первую очередь, это школьники, это учащиеся, к проведению вот таких наблюдений. Традиционно каждый год в Союзе охраны «Птиц России» проводят зимние учеты. По всей видимости, телезрители слышали об этих акциях традиционных ежегодно. Когда каждый человек нашей страны, в принципе, любитель, любой, может направить на адрес Союза, в интернете все адреса, все ссылки есть, все свои коротенькие маленькие наблюдения. Казалось бы, эти наблюдения не представляют с точки зрения этого человека научной ценности, но они глубоко ошибаются. На основе вот этих вот коротеньких даже наблюдений порой мы делаем заключения очень серьезные, а уж когда речь идет о каких-то находках уникальных, а такие находки чаще всего ребята сейчас позволяет, эта техника фотографирует и присылает мне или в интернет выставляет, это просто чудо, потому что мы, вот так вот расширяя круг своих корреспондентов, получаем добротную, интересную информацию о фауне нашей республики. Ну и вот почему вы решили стать орнитологом? Что вас привлекло в этой профессии? И, кстати, есть ли у вас дома птицы? Просто когда я поступил учиться в Казанский университет на ту самую первую кафедру охраны природы, которую возглавил Виктор Алексеевич Попов, он настолько увлеченно нам рассказывал о, в том числе и о птицах, вот, я тогда для себя решил, все, это мое, и я не ошибся, я нисколько не жалею, что всю свою жизнь посвятил изучению птиц. Ну и, конечно же, надеюсь, что и мои ученики, мои последователи, мои студенты тоже в перспективе что-то сделают доброе, хорошее для изучения птиц в нашей республике. Ну и все-таки, есть ли у вас дома птицы? А, да, я забыл вопрос. Да, относительно того, есть ли у меня дома сейчас птицы, к сожалению, сейчас не держу, но всю жизнь держал. У меня были и канарейки, у меня были и волнистые попугайчики, вот. Но у меня еще есть другая страсть, не птичья, я обожаю кошек. И поэтому кошка и птицы, это немножко, так сказать, ну, они у меня и дружили, и жили дружно, но, тем не менее, я не хочу подвергать, скажем так, стрессу своих пернатых любимцев, потому что кошка в любом случае будет создавать для них, ну, определенное беспокойство. Так что птицами пока, ну, приходится, так сказать, наблюдать только на природе. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо. Груздевская клиника. Многим казанцам знакомо это название, однако не все знают, в честь кого произошло это посвящение. Создатель и первый председатель Казанского общества врачей и Казанского общества акушеров и гинекологов Викторин Груздев организовал лечебницу, где впервые применили радиотерапевтические методы лечения раковых опухолей в организме женщин и химиотерапию. А также местную и общую анестезию при проведении тяжелых операций. Викторин Сергеевич не был уроженцем Казани. Сюда он приехал временно, но навсегда остался здесь из-за любви к Казанскому университету, где он работал. Я сделался больше казанцем, чем сами казанцы. Так он говорил сам. Его вклад в медицину, а особенно в акушерство и гинекологию, трудно оценить. А уж то, что он сделал для самой Казани, и вовсе не поддается обычному перечислению. Амир Ахтямов постарался отобрать лучшие источники и раритеты, хранящие память о Груздеве в отделе рукописей и редких книг. Викторин Сергеевич Грузев – выдающийся русский советский акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, а также заслуженный деятель науки РСФСР. Родился 24 января 1866 году в семье священника Костромской Троицкой церкви Ипатьевского монастыря Сергея Ивановича Груздева. Выпускник военно-медицинской академии имени Кирова. В 1894 году получил степень доктора медицины, а в 1897, вернувшись в клинику военно-медицинской академии, был назначен приват-доцентом. С 1900 по 1931 год является руководителем кафедры акушерства и женских болезней в Императорском Казанском университете. В эти же годы Викторин Груздев читал лекции по акушерству и гинекологии в Родионовском институте благородных девиц, а также работал главным редактором научно-популярного журнала «Природа и люди». Груздев – автор более сотни научных работ и ряда монографий, составитель одного из лучших руководств по акушерству женских болезней. Помимо этого, он был одним из первых, кто применял лучевую терапию для лечения злокачественных новообразований матки. Не остается без внимания и отдел рукописей и редких книг Казанского университета. Здесь хранятся различные работы Груздева. К примеру, у меня на руках его работа под названием «К вопросу о кистах желтых тел яичника» и многие другие материалы. Помимо этого, фамилия Груздева фигурирует на 15-й странице списка должностных лиц Казанского учебного округа 1912 года. За истекшие годы через акушерское отделение прошли 4100 беременных родильниц. В оборудованной по современным в те годы требованием операционной успешно выполнены им первые 100 чревосечений. В гинекологическом отделении пролечили 2867 женщин. У половины из них выполнено чревосечение. Вопросы организации хирургических методов лечения в руководимой им клинике он подробно изложил в статье «К технике брюшных чревосечений», опубликованной в журнале «Русский врач», а затем и в немецком журнале. В честь викторины Груздева была учреждена премия за лучшие работы в области акушерства и гинекологии в Казанском университете. За плодотворную научную деятельность ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки СССР. Также именем Груздева была названа одна из улиц в историческом центре Казани. Его имя уже 80 лет носит роддом клиника, более известная как Груздевка. В Казани именем Груздева названа улица, и в честь 150-летия со дня рождения медика была выпущена книга, посвященная его деятельности. Скончался выдающийся медик 7 февраля 1938 году в Казани. Был похоронен на Арском кладбище. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, КФУ, итоги недели. «Великие люди сами создают себе пьедестал, а статуи позаботятся о будущем», писал французский романист Виктор Гюго. Верим, что слава добрых дел, великих открытий, непревзойденного таланта всегда будет оценена по достоинству, даже спустя долгое время. Всего доброго, до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok